Александр Айсин Александр Айсин разносторонний человек. Он работает в Лангипаско-Покачевском нефтепромысловом оборудовании сервис. Однако многие горожане знают его как творческого активиста. С декабря 2016 является председателем молодежной палаты. В планах у Александра разнообразить досуг своих ровесников и посодействовать в решении острых для населения проблем. Одна из них – помощь бездомным животным. Вместе с единомышленниками он организовал акцию «Помоги Мохнатому». Мы прибиваем к молодым ребятам, девчонкам, подросткам, всем, чтобы помогать. Это помощь, это самое главное у нас на сегодняшний день в Югре. Если человек может где-то попросить, то собачка или та же кошечка не может подойти и попросить. То есть мы решили начать с благополучия. В детстве, в отличие от многих ровесников, диснеевские блокбастеры она не смотрела. Зато фильм «Белый бим, черное ухо» был в фаворитах. А когда речь заходит о картине «Хатико», у девушки наворачиваются на глазах слезы. Еще один член молодежной палаты – Дарья Кашицына. Она работает социальным педагогом в четвертой средней. И очень рада, что все ее ученики приняли участие в акции «Помоги Мохнатому». Я безумно рада, что столько неравнодушных детей. Сейчас как стереотип, все говорят, что подростков и детей интересуют только соцсети. Но глядя на результат этой акции, можно сказать об обратном. Очень много детей несли пожертвования, если это можно так назвать. Каждый в меру своих возможностей это понятно. Кто-то нес побольше, кто-то поменьше. Но на самом деле мой захламленный кабинет пожертвований для кошечек и собачек меня очень впечатлило. Более 50 килограммов корма, миски, лекарства, бинты и простыни – все это почти 25 тысяч рублей. Акция «Помоги Мохнатому» получилась масштабной. В ней проявили себя около 100 человек. Для волонтеров фонда такое внимание дорогого стоит. Ведь каждая вещь, принесенная горожанами, идет в дело. А каждая сотня или тысяча рублей – это возможность прокормить десятки бездомышей. Фонду помощи бездомным животным дала подруг 5 лет. Сейчас на попечении у волонтеров 35 кошек и собак. Помогает им считанное количество активистов. Их можно пересчитать по пальцам. Не более 10 человек. Поэтому участники молодежной думы Лангипаса решили не ограничиться акцией «Помоги Мохнатому», а в течение года еще раз совершить самаритянское подношение. Никита Рогозин, Денис Михайлов. Специально для новостей.